Добрый вечер, любимая республика! С вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодняшний наш выпуск приурочен к очень светлому и теплому празднику – Дню Семьи, Любви и Верности, который ежегодно отмечается в нашей стране 8 июля. Эта дата призвана напомнить каждому человеку, что семья – это место безопасности, принятия и душевного тепла. Именно так и произошло в браке наших сегодняшних гостей. Но прежде чем мы с ними познакомимся лично, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Мама с папой так скучали, так грустили в тишине, но исчезли все печали, стоило родиться мне. Папу с мамой я люблю и все время веселю. В общем, стал мой день рождения днем от скуки и избавления. Для того, чтобы рассказать маме и папе о своей любви, конечно, не нужен отдельный день. Так считают дети Людмилы и Василия Рыбалкиных. Вот уже больше 20 лет они рука об руку идут по этой жизни вместе, поддерживая и помогая друг другу. За прошедшие годы они переживали и взлеты, и падения. Но главной надеждой и самой большой радостью для них всегда были и остаются их пятеро чудесных детей. А именно четыре лапочки дочки и один чудесный сыночек. Несмотря на то, что Людмила никогда не думала, что станет многодетной мамой, она безмерно рада и счастлива проживать каждый день в этом почетном звании. У меня всегда был хороший пример. У моей тети было пятеро детей, и у них была очень веселая семья. Я постоянно детство проводила у них. Это были чаепития, это были застолья. Мы что-то там лепили, пекли, жарили. Приходили потом старшие, весело рассказывали истории с детства. А в семье у нас получилось так, что мы на первое место поставили Бога, а Ему виднее, как должно было у нас все сложиться. Поэтому ни о чем не загадывали, ничего не думали. Просто вот по Божьей милости вот так произошло. Как признается Людмила, воспитывать пятерых детей для нее совсем не сложно. Ведь у нее есть крепкая опора в лице мужа Василия, который во всем ей помогает. Да и старшие дети уже в том возрасте, когда могут иногда приглядывать за младшими. При этом сам супруг Людмилы уверен, что она лучшая мама на свете, чья любовь к детям не знает границ. Она как-то рассудительная. Она всегда как бы найдет к детям какой-то свой подход. Всегда что-то как бы подсказывает им, как им дальше жить. Там какие-то ситуации, когда сложные, слаживаются. Ну, как-то достаточно быстро все решается. Ну, я скажу, справедливая и добрая, как бы отзывчивая. Поэтому один словом «мама» с большой буквы «мама». Самой старшей дочери Людмилы и Василия 19 лет. Девушка учится в институте в Ростове-на-Дону. А вот самому младшему сыну всего 4 годика. При этом он уже вовсю ведет светские беседы, знает марки автомобилей и читает стихи на традиционном воскресном чаепитии. Я знаю, что у меня есть огромная семья. И лобинка, и лесок с полей, каждый голосок, и речка, небо голубое. Это все мое родное, это родина моя. Всех люблю на свете я. Что касается свободного времени, его семья Рыбалкиных тоже в основном проводит вместе. Либо на прогулках, либо в путешествиях. А иногда просто устраивают семейный чемпионат по шахматам и шашкам. 15-летняя Кристина и 12-летняя Татьяна когда-то не испытывали особого энтузиазма по поводу семейных посиделок. Но прошло время, и сейчас они обе уверены, что их семья – главная опора в жизни. И нет ничего дороже времени, проведенного в кругу родных и близких. Раньше мы, вот у меня есть старшая сестра Ангелина, мы с ней вообще не общались. И в какой-то момент на карантине мы очень хорошо начали общаться. Прям очень хорошо. И сейчас она мне рассказывает абсолютно все, что с ней происходит. Я так же делаю. Как я считаю, самый дорогой человек, что у меня есть – это моя сестра. И так же с Таней мы тоже очень плохо общались в какой-то момент. А сейчас уже прям отлично общаемся. Да, мы очень часто покрываем всех. Типа мы втроем, как бы вместе мы сила. Сейчас еще Василиса подрастет, и нас уже будет четверо. А сейчас пока она маленькая, ну так иногда мы можем там посидеть, поболтать с ней. Она уже тоже довольно умная, несмотря на ее возраст. У нас очень хорошие отношения со всеми, типа с ней, с мамой, со всеми сестрами. И насчет того, что мы покрываем друг друга, ничего не знают. Ничего мама не знает. Своим детям Людмила и Василий стремятся дать все, что необходимо, при этом не забывая о духовном воспитании. Именно поэтому каждое воскресенье они всей семьей ходят в храм. Но самое главное – они безгранично любят своих детей, в чем и заключается главный секрет семейного счастья Рыбалкиных. Водила Лайпанова, Расул Бердиев. Специально для Доброго Утро. Сегодня в нашей студии присутствует семейная чета Рыбалкиных, Людмила и Василий. А вместе с ними к нам в гости пришли их дети – Кристина, Татьяна, Василиса и Сергей. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Рады вас приветствовать сегодня у нас в гостях. Я бы хотела начать наш сегодняшний разговор с того, что мы расскажем нашим телезрителям, как встретились Людмила и Василий. Как так получилось, что у вас сложилась такая большая семья? Было ли это запланировано? Или, может быть, вот так сложилась судьба, и теперь вы гордые родители пятерых детей? Ну, наверное, это все-таки судьба так сложилась. Познакомила нас моя подруга-одноклассница. Ну, и мы не планировали быть многодетными, это уж точно. Ну, на все, скажем так, проведение так сложилось. Ну, Людмила, расскажите немного, приоткройте тайну, так скажем, что вы увидели в Василии в первый раз такого, что вы доверили ему свою судьбу, чем он вас покорил? Ну, даже так не могу сказать, что это было на первый взгляд он меня покорил. То есть вы пригляделись, да, потихонечку? Мы долго общались, да, а потом я узнала, что он сделал для меня очень такой мужской поступок. Он за меня заступился. И это покорило ваше сердце, да? Это вот было для меня все. С этого момента посмотрела на него совсем другими глазами. Ну, наверное, вы бы такой совет и дали, да, Дмитрий? Потому что смотреть на поступки больше, да, чем... А разговаривал мало? Ну, слов было мало вообще? Да. Да? То есть только делал, да? Да. Так получилось. Василий, ну а вы расскажите, почему ваш взор пал на Людмилу? Почему вы увидели в ней вот будущее своей, ну, будущее, свою супругу? И, собственно, вот с ней прошли достаточно такой большой жизненный путь? Ну, любовь с первого взгляда. Как бы, я как и все, наверное, мужчина, обращая внимание на внешность. Ну, и вот увидел, полюбил. Ну, наверное, все-таки внешность это как-то вот, ну, первично у всех людей, да? Да, но все-таки вы что-то, наверное, в характере разглядели, что позволило вам понять, что это вот ваше будущее вторая половина. Нет, просто вот как... Просто понравилось, да? Подружка познакомила, все увидел и начал добиваться. Вот так как-то. Ну, вы вместе уже 20 лет, правильно? Больше, да. Даже больше 20 лет. Наверняка в семейной жизни бывает всякое, да? Вот как вам удается сохранять все-таки вот эту гармонию семейных отношений? Может быть, вы поделитесь какими-то секретами с нашими телезрителями? Потому что это наверняка, ну, не просто постоянно находиться с детьми, там, и 20 лет быть вместе, даже больше 20 лет. Расскажите нам, как вам так удалось? Я не знаю секретов. Никаких секретов нет, да? Никаких секретов нет. Мне кажется, первым делом нужно уважать друг друга и слышать, уметь разговаривать. Вот. Больше никаких секретов? Да. А вы просто согласны с женой, да? Секрет семейного счастья, когда муж все время согласен с женой, наверное, да? Нет, не так. Но мы еще в храм ходим, и как бы вот эти вот церковные уставы нас как бы заставляют... Направляют, да? Направляют, да, как бы... Вера помогает. ...действуй всю, да. Вот так как-то. Ну вот сегодня наш выпуск, он приурочен вот ко дню семьи, любви и верности, да? И ни для кого не секрет, что сегодня в нашем обществе все-таки существует проблема, когда люди часто разводятся, и даже в нашей республике такое есть. Вот, может быть, вы могли бы вот какие-то советы дать людям, когда вот они вступают в брак, на что стоит ориентироваться? Может быть, как выбрать свою половину, да, вторую? И когда вы уже в браке, уже семейная жизнь началась, может быть, тоже какие-то лайфхаки, собственно, как-то поделитесь этим? Просто надо общаться. Вот обо всем разговаривать, какие-то недосказанности, чтобы не было. И вот и все, тут особого нету такого секрета. Чтобы никаких обид, там, не знаю, тайных каких-то будет ли там. То есть сразу на месте, да, как бы? Да, сразу. И вся проблема закрывается в этом. Знаете, как еще говорят, что до свадьбы очень важно сначала любовь, а потом уважение. А, наверное, после свадьбы сначала уважение, а потом уже любовь. То есть все-таки в первую очередь уважать, да. Вот сейчас институт семьи, он часто подвергается критике с разных, скажем так, сторон. А на ваш взгляд, какую роль семья в жизни каждого человека должна играть? И помогает ли семья на самом деле достигать цели? Или все-таки иногда мешает? Вот как вы считаете? Нет, я считаю, что для детей, для будущего это, конечно, помогает. Ну и как для родителей. То есть для нас это стимул делать что-то большее, к чему-то идти. Я могу сказать, что наша семья с каждым ребенком становится сильнее и увереннее. Так мы, скажем, плотнее стоим на ногах. У нас какие-то там материальных благ намного больше становятся. Потому что у нас растет потребность, и у нас растет желание к чему-то идти, чего-то добиваться и достигать. А для детей, я думаю, что это прежде всего опора. То есть дети, когда родители в разводе, все равно они как бы страдают. Потому что уже нету такого вот обоюдного тепла. Вот мы стараемся каждый вечер вместе ужинать, обсуждать какие-то там проблемы, о чем-то разговариваем. И мне кажется, это и для детей поддержка, но и для нас. А вы, Василий, как вот вы, ну скажем так, кормили семьи, что бы вы могли сказать? Семья мотивирует вас больше работать или как-то, я не знаю, вы чувствуете тыл за спиной? Вот что бы вы могли сказать? Какую роль семья играет? Прям основную роль. Для себя бы я столько не делал бы. То есть это вот важный момент на самом деле, да? Получается, что мужчина в принципе для себя самого может особо-то и не стараться, да? Да, для семьи я выложусь на все сто, и поэтому горы сверну. Благодаря им мы вот имеем то, что имеем. Ну вот Людмила начала такой разговор про традиции, да? Вот каждый вечер вы ужинаете вместе. Сегодня присутствуют здесь у нас ваши детки, да? Вот я хотела бы узнать, какие еще традиции в вашей семье есть, что бы вы могли рассказать? Может быть, какие-то веселые истории расскажете? Как отмечаете праздники, как поздравляете друг друга? Наверняка вот в большой семье это немного отличается от того, когда один ребенок, да? Девчонки, ну кто самый смелый? Ну я могу начать. Ну я считаю, это не то, что большая семья или небольшая, но у нас в семье, допустим, прям, как-то сказать, ну прям надо, что вот, допустим, день рождения, и у тебя должен быть торт, должны быть свечи. Я замечаю у многих своих ровесников то, что, ну с возрастом, праздник, день рождения, он как бы остается менее важным. Это как обычный день, я просто смотрю на него и думаю, что? Ну я как бы в общем люблю... Не чувствуется этого, да, праздничного настроения? А у вас всегда, да? А у нас всегда просто обязаны быть у всех. То есть у тебя торт, у тебя свечи, у тебя праздник, как бы без этого день рождения, не день рождения. Какие еще традиции и праздники есть вот в вашей семье, которые вы обязательно отмечаете и вот поздравляете? Ну у нас обязательно это Новый год, как у всех, наверное, и мы каждый Новый год стараемся как-то накрывать стол необычно. То есть один год это у нас было, допустим, просто вот индейка и все, потом, допустим, у нас в китайском стиле, то есть это суши там разнообразные и все такое. Потом очень ярко отмечаем Рождество, то есть для нас это тоже такой прям важный праздник для нашей семьи. Я не знаю, почему дети его не называли, мы тоже ярко отмечаем. И самое яркое мы отмечаем Пасху, конечно. Вот у нас старшая дочка не с нами живет, на Пасху она старается тоже приезжать, просто поесть наших куличиков, наших пасок и всего такого. Вот прежде чем мы начали наш сегодняшний разговор, да, за кулисами, скажем так, мы немного пообщались и я вас спросила, как вы поздравляете друг друга с Днем Семьи, Любви и Верности, да? На что вот ты мне сказала о том, что у вас есть свой день. Мы очень долго хотели сделать День Семьи такой, именно собственный. То, что не как у всех, как звездные люди, звездных людей, все. И мы как бы сказали, да, у нас будет праздник, у нас будет юр в августе, но какого числа? Мы так, ну, как я помню, то мы не пришли к уютному решению. Празднуем мы его, а празднуем мы его? А мы его не празднуем. У вас есть собственный день семьи, да, но вы его не празднуете. Ну, как-то быстро, да, ты проходишь, забываем, да. Нет, мама скажет, пусть, как мы его празднуем. Да, как его празднуем? Ну, в том году мы ездили на природу. Ну, вот. То есть у вас, празднуем, какая-то? Все, дожарили шашлык, да, арбузик, все как положено. А собираемся, пожалуйста, вообще, вот как отдыхает многодетная семья? Как у вас проходит? Как хочет, так отдыхать? Каждый сам по себе или все-таки вообще активный? Нет, все вместе, ну, просто как хотим. Например, вот обычный такой вот выходной день в вашей семье. Вот расскажите. Ну, мы садимся и решаем, куда мы поедем. И потом, ну, уже там считается как будто голоса, кто куда, кто куда ходит. То есть голоса, демократия решает, да, решает большинство. А кто не большинство, тот не решает. Это главные такие принципы в большой семье, как говорится. Ну, не сказать, что в большой семье, это в нашей семье. В нашей звездной семье. Ну, это хорошо, что когда, вот я считаю, что вы, ну, вот, когда человек считает, что он из особенной семьи, для него это очень важно. Девчонки, вот, кстати, вопрос. Для подростков, ну, вот в вашем возрасте, 15-16 лет, правильно, насколько я понимаю, да? Вот наверняка часто бывает, хочется пойти погулять, а надо с младшими посидеть. Такое бывает или в принципе волшебно? Конечно, ну, бывает, да. А как вот вы находите, ну, мотивацию для того, чтобы вот остаться с младшими или все-таки... Ну, там не мотивация, там мы просто, мы как уже взрослые, адекватные люди, просто обсуждаем, допустим, вот, я хочу куда-то пойти погулять, и вот на этот день я планирую. Говорю маме, вот я в этот день ухожу, так что ты, типа, там тоже свои планы подкорректируй так, чтобы ты могла остаться... То есть это как деловые отношения, да, получается? Да, да, я же говорю, у нас, мы абсолютно взрослые, классные люди, да. Графики, да, так представляете? Да, и так со всеми, то есть, ну, вот мы чаще всего одновременно с ней ходим гулять, ну, как бы в один день, там, в одно время, в одном месте, просто уже с разными людьми, ну, чаще всего так и получается. Угу, понятно. Да, то есть прям с детьми сидеть, ну, вот, чтобы мама сказала, там, вы встаетесь дома. И никуда не идете, да? Да, вот такого, ну, я прям не помню. Людмила Васильевна, ну, расскажите, вот у вас дети совершенно разных возрастов, да? Да, вот как вы находите подход к каждому из них? Вот как это удается, я не знаю, гармонично так выстраивать отношения и все-таки договариваться с подростками? Совершенно разные... Подкупаете их, честно скажите? Взрослых, адекватных людей. Просто каждые дети, которым не хватает внимания, они сами подходят и просто требуют этого внимания, и все, вот он подходит, и все, давай у нас традиция, или, не знаю, обычай как-то. Утром обнимашки, там все, мы подходим, обнимаемся. Доброе утро, да, точно, самые важные традиции. Доброе утро, да, спокойной ночи, да, ты проснулся, ты должен пойти обнять там маму, папу, это прям обязанность, вот как в расписании дела, там, обнять маму с папой. А перекличка бывает такое, там, первый, второй, все в кроватях, там, нет, там, не бывает. Это как бы тоже, да, на ночь всем спокойной ночи, опять обнимашки, и я с работы прихожу опять со всеми обнимашки. Да, поздороваться надо. Такие моменты, да, и вот кому что не хватает внимания, они сами подходят, и мы общаемся. Вот вчера звонила дочка, и мы до часу ночи, с 7 вечера, да, до часу ночи конференц-связь у нас была, и вот мы просто общались, вот это время на кухне сидели, все вместе. Было очень весело, я не знаю, прям. Ну, у вас такая веселая и активная семья, это видно по разговору и вообще по общению. У вас наверняка было много веселых ситуаций, да, ну, каких-то историй веселых. Я бы хотела, чтобы вы рассказали нам немного, так, из семейной жизни интересные случаи, допустим, какие-то. Кто вот самый смелый, кто будет рассказывать? Блин, мне сейчас не помню. Ну, вспомни, когда на день рождения мамы записали видео, они сняли репортаж. Это было прям шикарно, да, слез. А ну, Милая, расскажите вы, да, это же для вас было сделано. На мое день рождения дети говорят, мама, пошли там новости посмотрим, какой-то вот специальный выпуск, да, надо срочно посмотреть, вот в 9 часов начала новостей. Ну, ее как-то не поняла. Это вечер был, да, да, вот именно в 9 часов вечера. И я прихожу, все рассаживаются, давайте тихо посидим, посмотрим, у нас еще гости были. И на телевизоре начинаются вот обычно, как новости начинаются, да, и там вместо ведущей наша старшая дочка. И вот она начинает, добрый день, здравствуйте, там, сегодня такой праздник у Людмилы, день рождения. И тут, значит, начинают девочки подключаться, снимают видео, как они, как репортеры, вот мы пришли сюда, давайте поздравим Людмилу, самый главный день Людмилы. Ну, реально, это было до слез, это был самый шикарный подарок. Вот, и Таня еще на гитаре сыграла мне вот песню, тоже посвятила. Да, я прочитала. Да, я умею. Да, могу. Творческие детки такие, да. А вот понятно, что ваши дети, ваша гордость и ваша мотивация, но наверняка иногда все-таки вот устаешь быть родителем, да. И вот я знаю историю, как вы вот просто вышли в магазин, кто из вас расскажет про эту историю. Ну, расскажи. Ну, я могу. Вечером что-то приехал папа с работы, говорит, ну все, мы сейчас с мамой в магазин съездим быстренько. Ну и приедем. Они уезжают, а мы еще говорим, ну такой, купите печенье. Ну, у нас типа прикол такой в семье, что все любят, а вся на печенье. Мы всегда его едим, постоянно, ну, всегда почти есть. Ну, сегодня нет, но обычно есть. Они уезжают в магазин, я думаю, ну за печеньем, сто процентов. И тут их нету часу, потом смотрим, ну типа часа, и еще 30 минут, и что такое. Приезжают родители, вы где были? Да, мы вот в бассейн ездили. Провели время без вас, так сказать. Да, ну я не знаю, это было очень странно с их стороны, как-то все-таки взрослые, адекватные люди. Еще как бы не сказали. Вы сегодня очень часто говорит эту фразу, взрослые и адекватные люди. Ну, чтобы они точно запомнили, чтобы взрослые люди. Взрослые люди, да, кто не понял, взрослые, адекватные люди. Вот сразу видно, что вы воспитываете двух подростков, взрослых, адекватных людей. Девочки, расскажите, пожалуйста, про своих младших. Сложно ли с ними присматривать или нет? Вообще нет, они очень скромные, стеснительные, тихие. Иногда бывает такое, что когда кто-то приезжает в гости, и там тоже есть дети, то они прямо начинают больше даже этих гостей шуметь, там, и как-то сказать, баловаться. Активничать, да? Ну да, скорее баловаться. Они прямо очень баловаться. И вообще, что с ними случилось? Как будто не они уже. А так, в основном, проблем нет. Ну, часто сидите с детками? Нет. Нет? Не рады этому, да? Нет, мы проводим время вместе. Это не называется сиденьем. Мы как бы, если проводим, что... Да, мы как взрослые адекватные люди, мы можем, допустим, там, с Василисой что-то пообсуждать. Прям поговорить, как со взрослыми адекватными людьми. Но вот такого, чтобы прям сидеть с ними, ну, я вообще не знаю, что это такое. Ну, вот, взрослые адекватные люди. Людмила, Василик, вы как родители взрослых адекватных людей сегодня не раз это сказали. Людмила, вот скажите, пожалуйста, в воспитании своих детей на что вы делаете все-таки упор? Что вы, ну, какие принципы, основы пытаетесь им вложить? Вот, я не знаю, с самого детства. Поделитесь. Честно, хочется, чтобы они просто были счастливыми. И стараемся просто их любить. Все. Я не могу сказать, что там за что-то там наказание не получают. Или там бывает, конечно, там срываешься, голос на них повысишь. Но потом само перед собой даже неудобно. Вот. Вот так я не могу сказать, на что-то мы конкретно ссылаемся или еще что-то. Просто на уважение и любовь. А вы, Василий, скажете? Да. То же самое. То же самое, да, Просусь? Да, абсолютно. Демократия. Все, свобода слова всегда. Большинство решает, да. Людмила, вот мне интересно, вы как многодетная мать, да, наверняка когда-то в жизни сталкивались с какими-то стереотипами. Ну, бывает такое, что вот в обществе, да, там относятся иногда, ну, как-то предвзято, может быть, к многодетным матерям. Вот расскажите, у Вас такое в жизни бывало вообще? Да. Я сталкивалась с этим, когда люди просто были в шоке, что, о, почему ты рожаешь, зачем тебе это нужно? Отговаривали, да? Да не то, что отговаривали, просто вот непонятно, почему именно в обществе. Я не могу сказать, что конкретно какой-то человек, когда ты его встречаешь на улице, он несет какую-то ответственность за мою семью. Но он считает своим долгом высказаться, сказать свое мнение по отношению к нам. Ну, сначала очень бурно реагировала, даже иногда как-то какая-то неловкая ситуация была. А потом начинаешь думать, почему этот человек вообще... Честно, даже жалко таких людей, которые считают нужным залезть в чужую семью. Вот так вот. А потом как-то вот даже в школе было, о, боже, там, зачем ты столько рожаешь? Вы же вообще там столько никогда не рожали. В школе прямо с родителями, да. То есть даже среди родителей такое можно встретить, получается. Они сами как бы, получается, родители, но тем не менее... Ну, там родители двоих, допустим, детей, или также троих детей. Ну, устал из ребенка. Ну, извиняюсь, да. И сначала вот с таким шоком, допустим, о, зачем, пятеро, боже мой, куда? Вот, а потом вот сейчас, в данный момент, когда уже все дети подросли, и сейчас уже те, которые даже что-то говорили, что многодетная семья – это плохо, сейчас уже какая-то зависть прочувствуется, что как вам повезло, вас так много, вам так круто, вам так весело. Я говорю, ну, как-то да. Ага, когда дети подросли и стали взрослыми адекватными, забыла фразу. Это, на самом деле, как показательно достаточно. Потому что многие все-таки на данный момент в обществе как-то, может быть, побаиваются иметь многодетную семью, да, ну, и женщины в частности, потому что общество все равно давит, да, там, что нужно построить карьеру, нужно, там, не знаю, заниматься саморазвитием. И многие часто считают, что семья – это вот как-то тупик в этом плане. Ну, вот вы как яркий пример, вы хорошо выглядите, да, там, я не знаю, с вами очень интересно разговаривать. И мне кажется, вот на данный момент вы являетесь таким ярким примером того, что многодетная женщина, она как бы может составить конкуренцию любой, в принципе, да. Ну, я могу сказать, что вот вы сказали для саморазвития, да, нужно сделать карьеру, там, или еще что-то хорошо. Я не состоялась, может быть, в карьере в какой-то, но я состоялась как мать. И саморазвитие у меня, допустим, дома получается, у меня хороший супруг, на которого я могу положиться. То есть я никогда не работала. Если я работала, то это было просто занять свой досуг чем-то. Это не было конкретно заработком или еще что-то. Что-то скучное не было, да? Да, ну вот он всегда это расценивал как мою блажь. То есть, ну, если ты хочешь, конечно, да, пойди там на такие курсы, либо на такие курсы, все. То есть не было запрета, что вот ты сидишь дома и занимаешься только детьми? Нет, именно вот что касается саморазвития. Ну, он говорит, ты сама подумай, насколько тебе будет сложно. То есть твою работу никто не будет делать, но ты еще хочешь, допустим, пойти на работу параллельно. Ну, есть дети, есть хозяйство, которое нужно вести. Но сказать, что я не развиваюсь дома, это тоже глупо. А вот если бы вы могли сегодня обратиться к матерям, скажем так, двух, трех и более детей, вот что бы вы им сказали, может быть, опять-таки посоветовали или пожелали, может быть? Ну, я думаю, что этим матерям нечего сказать и нечего желать, потому что это и так уже самые счастливые женщины, потому что у них есть своя награда, это их не детки. А вот матерям, у которых один ребенок, вот я бы хотела пожелать, чтобы они не останавливались, потому что в детях реальное наше счастье. Василий, ну а вы, как многодетный отец, что бы вы пожелали мужчинам, скажем так, может быть, тем, кто пока еще не женат, к примеру, да, или вот у кого вот семья уже есть? Ну, не бояться вообще. И нечего бояться, наоборот, большая семья, это, ну, счастье, я не знаю, такого. Я ни один раз, ни одного минуты, наверное, не жалел, что такая семья, наоборот. Я очень рад, и у меня много знакомых моих, которые говорят, что, да, молодец вообще, не побоялся, что такая семья большая, это здорово. А у вас есть, кстати, в окружении, вы общаетесь с семьями, вот тоже, у кого много детей, или вы все-таки вот такие уникальные в своем окружении? У моей сестры тоже пятеро детей. Ого! Ага, у вас прям... Наследственная. Да, 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 семейная. Да, мы тоже вместе собираемся на день рождения, на Новый год, мы даже к ним ездим, как маленькая свадьба, получается, и у них там уже старшая дочка тоже замуж вышла, у нее тоже уже двое детей, получается. То есть семейство достаточно большое, и вам всегда на семейных праздниках весело, да? Да. Понятно, что для родителей их семья всегда гордость, девчонки, а для вас? Вот что для вас значит ваша семья? Ну, семья сейчас для меня стоит на первом месте, так как у меня, ну, можно сказать, не особо много друзей. Там, допустим, вот моя сестра старшая, которая, она... Ну, это я уже говорила в прошлый раз, в прошлом выпуске, то, что она для меня самый дорогой человек, и она все еще им остается, так как друзья, они... Ну, люди приходят и уходят из жизни, а семья, как бы, она, ну, навсегда это все, это там крепкими узами связано, и вас никто не сможет разделить. Допустим, там, сколько бы у них не было подруг, они все там уходили, что-то бросали, ссорились, были много конфликтов, но я не считаю себя конфликтом человека, мне как бы ссориться не люблю, и если можно его избежать, то я лучше, ну, как-то избегаю, и вот мне легче, я как взрослый адекватный человек, ну, я лучше поговорю, и мы сразу все решим, чем это будет ссора. То есть ты хочешь сказать о том, что все равно семья, да, вот какие бы конфликты у вас не случались, а все равно вы приходите к какому-то, да, компромиссу. Всегда вместе. Кристина, любимое выражение про семью? Я никогда не отворачиваюсь от семьи, даже если она отвернулась от тебя. Это так мило, на самом деле, и хотелось бы пожелать всем нашим, вот, и телезрителям в том числе, чтобы никогда семья не отворачивалась, и вы сами не отворачивались от своей семьи, потому что все равно это определяет, наверное, жизнь, судьбу любого человека, его родня, его корни. Таня, а ты нам что-нибудь добавишь? На самом деле я очень рада, что у меня такая большая семья, вот мы все родственники собираются, это прям весело, так всегда весело, потому что такой большой многодетной семье никогда не скучно, потому что вот я могу, например, ей что-то рассказать, им рассказать, поделиться. Мы собираемся, как уже говорили, мы собираемся вечером, что-то болтаем, веселимся, можем друг другу что-то рассказать, поболтать, обсудить. И вот у меня есть сверстники, у которых нехорошее отношение с родителями, и они постоянно ссорятся, что еще, еще. Я просто очень рада, что у меня на данный момент очень хорошее отношение с взрослыми адекватными людьми. И у меня также хорошие сестры, у которых у меня также хорошие, адекватные люди, которым я также могу рассказать, мы тоже можем что-то собраться, что-то поговорить, обсудить, посмеяться прям. Но я рада, что у меня есть такая огромная, такая большая семья. То есть ты никогда не чувствуешься одинокой, да? Я еще хотела сказать то, что вот часто бывает такое, что даже сама семья отворачивается, допустим, там, когда, ну, можно сказать, отец уходит из семьи. Ну, бывают такие случаи, да, типа, что поделаешь. И, ну, в таких ситуациях, я думаю, не стоит даже от таких отворачиваться. Ну, это как-никак твой отец, это, ну, если бы не он, тебя бы не появилось на этом свете. То есть ты считаешь, что в семье все простительно, да? Что бы ни случилось, да, и никогда нельзя долго обижаться на своих родителей. Надо вспоминать, что это все-таки самые важные люди в твоей жизни. Они как бы дали тебе эту жизнь. Они, ну, не знаю даже, как сказать. Они... Привели тебя в этот мир, да? Ну, да. Как бы часто вижу такое, что, допустим, сами дети, там, они изоляются на своих отцов или матерей за что-то. Ну, и прям долго. И говорят, вот, никогда меня с ними не сравнивай. Это самое отвратительное, что я могу видеть. И я просто смотрю, думаю, что самое отвратительное. Да это твои родители. Нельзя так. Ну, как бы, я вот так считаю. Это мое субъективное мнение как взрослого, адекватного человека. Слушай, я так поняла, что семья Рыбалкиных это самые взрослые и адекватные люди. Да. Так что, ребят, на самом деле приятно было вот сегодня наблюдать вот такую картину. И хотелось бы, чтобы в нашей республике, да и в России в целом было гораздо больше вот таких дружных, больших семей, где вот всегда готовы поддержать друг друга, выслушать. Я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли к нам в гости и пожелать вам всего самого светлого и доброго. Ну, а вам, нашим телезрителям, я хочу напомнить, что в нашей республике проживает много не только многодетных, но и интернациональных семей. Таких, как семья Аминат и Сергея Пахно из станицы Красногорской. С ними познакомилась моя коллега Ольга Савенко. Далее смотрите репортаж о них, а я с вами прощаюсь. С вами был Игорь Негода.